Когда пробуждаются демоны Давным-давно, в темные времена, жила одна жестокая и всеми презираемая кобылка. Обладая невероятной темной магией, она убивала всех единорогов и пегасов, что встречались с ней. Абигея – та, что заключила сделку с темными силами. Они даровали ей поистине великую магию, что находилась за гранью воображения. Хоть она и была земной пони, темная магия сделала Абигейл могущественной и почти непобедимой. Она воспользовалась своей силой, чтобы уничтожить всех пегасов и единорогов, которых она так ненавидела. Со временем, благодаря покровительству тьмы, Абигейл окружила себя множеством последователей, что тоже хотели постичь темную магию, дабы искоренить все иные расы, оставив только земную. Многие пытались остановить ее. В их числе были и последователи, что осознали свою ошибку. Они хотели прекратить жестокие расправы, учиняемые Абигейл и ее последователями. Но силой и жестокость настолько овладели Абигейл, что она, не колеблясь, лишала жизни всех, кому хватило духу встать у нее на пути, даже своих друзей. Это продолжалось до того дня, когда принцесса Селестия и принцесса Луна победили то существо, что даровало силу Абигейл. Увидев, что ее могущественный покровитель пал в битве с принцессами, Абигейл просто исчезла вместе со всеми своими последователями. Не может быть! После всех этих длинных поисков, это единственное, что я нашла об Абигейл. Ничего об Ариэтом или Кьюти Марке Пинки, только эти древние сказки. Исследуя им, Абигейл была жестокой пони, способна убить даже своих друзей. Я знаю, что истории не совсем точны, но может это действительно правда? Все знают, что Абигейл заточила Андувциаса, и Пинки рассказала, что он дал ей две книги Экзитиума, что значит, они были союзниками некоторое время. Интересно, действительно ли Абигейл настолько жестоко? Судя по историям, мне придется искать в другом месте. Ну а пока мне нужно вернуться в Понивель, я переживаю за Пинки. Я только надеюсь, что воспоминания Абигейл помогут избавиться от проклятия. Интересно, чем сейчас занята Пинки? Благодарю за спасение, Абигейл. Я надеюсь, ты слышишь меня. Я знаю о твоих страданиях и хочу помочь тебе, но не в силах сделать это. Если бы ты только поведала мне о своем прошлом, рассказала о себе, помогла бы узнать, где находится вторая книга. Кроме того, несмотря на то, что Амдус Саас был захвачен, я чувствую, что чего-то не хватает, чего-то очень важного, что еще не открылось мне в твоих воспоминаниях. Я боюсь и уже ничего не понимаю. Мне нужна твоя помощь, Абигейл. Мне нужно знать, почему мне так не по себе, почему я предчувствую беду. Пожалуйста, мне нужно больше твоих воспоминаний. Нужны ответы. Я просто хочу, чтобы все было как раньше. Пожалуйста, помоги мне. Глава первая. Последствия. Доброе утро, Флаттершай. Наконец-то ты проснулась за Соня. Привет, Флаттершай. Флаттершай, как ты? Нормально, если так можно сказать. Не беспокойся, Флаттершай. Мы решим твои проблемы, и тебе не о чем волноваться. Тебе нужны снятички. Они очень темные. Сегодня ведь пасмурно. Вы испугаетесь, увидев меня без них. Не пари чепуху. Твои глаза прекрасны. Я действительно благодарна за вашу заботу. Но я не думаю, что вы должны настолько напрягаться из-за меня. Да никаких проблем. Мы только хотим, чтобы ты чувствовала себя хорошо. И ты совсем неплохо выглядишь. Снимай их. Пока, очочки. Рэмбоу в Дэш. Рэмбоу, верни их назад. Да ладно, уверена, тебе идет новый цвет глаз. И тебе не нужно постоянно носить очки. Хватит, Дэш. Это не смешно. Нет. Она права. Что если мои глаза никогда не вернутся к нормальному цвету? Я думаю, что должна лучше привыкать. Если вы не возражаете, я пойду прогуляюсь. Тебе нужна компания, дорогая? Я хочу пока побыть одна. Пожалуйста. Видишь, что ты натворила? Теперь ей плохо. Но ведь это правда. Пинки сказала, что ее глаза никогда не вернутся к нормальному цвету. И мы тоже должны привыкать к этому. Или лучше врать ей. Давай скажи, что ее глаза не беспокоят тебя. Она права. Мне непривычно смотреть ей в глаза. Да уж. От ее взгляда мне не по себе. Я думаю, что Роза жизни стерла не все плохие воспоминания. Лучшее, что мы можем сделать для нее, так это привыкать к ее глазам. Давайте оставим ее в одиночестве. Пока мы ждем Твайлайт. Позже. Привет, девочки! Твайлайт, ты наконец-то здесь! Как вы тут? Мы в порядке. Почему так долго, дорогуша? Я отправилась в заброшенный замок, чтобы найти что-нибудь о новоспэм. Абигейл или Аретм. Или хотя бы что-нибудь, что помогло бы Пинки. И нашла что-нибудь? Вряд ли. А где Флаттершай и Пинки? Пинки отправилась посетить Абигейл, чтобы разузнать что-нибудь о ней и Флаттершайе с памяти. И как они? Ну, Пинки, она очень изменилась. Она больше не наша, прежняя Пинки. Да, Пинки изменилась с самого первого дня в пещере. А как там Флаттершай? Ну, она ничего не помнит. И она даже не хочет знать, что на самом деле произошло. А также было сложно объяснить ей, что с ее цветом глаз. Что вы ей сказали про ее глаза? Она верит, что демон заладил ее телом. Но она не была одержима. Пинки сказала ей, что ее изменение цвета глаз – это постэффект после воскрешения. И она не должна волноваться насчет этого, ведь это просто изменение цвета и не более. Значит, ее Вера тоже умерла. И она не знает, что была одержима. Да, Пинки сказала, что так будет лучше для нее. Ведь не всякий может выдержать такое. Она абсолютно права. Нельзя, чтобы Флаттершай узнала правду. Ты нашла что-нибудь в развалинах, Твайлэд? Только старую историю о Абиге. Я думаю, что она довольно сильная, Пони. Видимо так. Но старые истории также говорят, что она была жестокой и злой. Ты думаешь, история правдива? Я не знаю. Пинки мало рассказала мне о ней. Я знаю только то, что Абигейл преследовала цель посадить всех демонов в место под названием Лимбо. И она хотела уничтожить одно заклинание под названием Ориэтм. Вот и все, что я узнала. Что ж, Негусто, ты практически не нашла ничего нового. Боюсь, что так. Флаттершай! Привет, Пинки. Я вижу, ты решила не носить очки. Тебе уже лучше? Да, но я все еще не привыкла к этому цвету. Я боюсь даже собственного отражения. Не волнуйся, это всего лишь на несколько дней. Моргнуть не успеешь, как твои глаза снова станут нормальными. Кажется, у меня нет выбора. Но есть кое-что, что волнует меня больше. Пинки, твоя клетимарка меняет тебя. Ты уже не такая счастливая, как раньше. Не забивай этим свою маленькую головку. Пошли в сахарный уголок. Я скажу Твайлет и остальным, чтобы искали нас там. Хорошо, Пинки. Пинки, Флаттершай! Привет, девочки! Привет, Твайлет. Как сходила в замок? Я следовала всем инструкциям Пинки. Все прошло удачно. А как вы сами? Я в порядке. Я тоже. Пинки, скажи честно, ты действительно в норме? Да, у меня все локи-доки-локи. Ты уверена в этом, дорогая? Ага, я пойду готовить кексики. Вы думаете, она в порядке? Я сильно волнуюсь за нее. Я не думаю, что с ней все хорошо. Но она просто не хочет волновать нас. Это все из-за страны Кьюти Марки? Но Пинки сказала, что она не влияет на нее. Она не умерла, потому что не использовала магию. Но ее талант, наряду с ее меткой, был подавлен. И это нехорошо. Но я думаю, что-то беспокоит ее. Что-то, о чем она не говорит нам. У тебя есть идеи? Нет. Но я уверена, она даст знать. Между тем. Поэтому я привела вас сюда. Я думаю, что я что-то слышал. Я уверен, что там кто-то есть. Есть там кто-нибудь? Это запретная зона. Что здесь забыли гражданские? Пожалуйста, развернитесь и уходите. Это запретная зона. Вам не следует здесь находиться. Уходите. Если вы не хотели, чтобы кто-нибудь сюда забрался, надо было запирать окно. Было несложно пройти. Это бессмысленно. Ближайшие окна далеко отсюда. Вы слышали? Уходите отсюда. Как она прошла через других охранников? Без понятия. Легко. Я просто дала им поспать. Как это, дала им поспать? Разве вы не догадываетесь, что не существует защиты от того, что вы защищаете? Оскорбительно и возмутительно знать, что нас так сильно недооценивают. Что с твоим голосом? Да что ты вообще знаешь о защите? Я знаю многое. Например, вы те, кто это игнорирует. В противном случае вы не были бы такими спокойными и беззащитными. Но это не ваша вина. Просто такие создания, как я и он, находимся в полном забвении. Они действительно не понимают то, на что мы способны. Что ты такое несешь? Внимание, новобранец. Кажется, она настроена враждебно. Во имя пони. Почему нам запретили носить копья? Для вашей же защиты. Кретин внутри хорошо создает иллюзии. Особенно, когда пони несет какое-нибудь оружие. Я не дам вам двоему служу. Мне нужны солдаты на мою сторону. Но что за... Ее глаза! Новобранец! Быстро за принцессами! Я остановлю ее! Я... Я не могу сдвинуться! Солим, беги! Не так быстро. Подожди! Что ты делаешь? Я не хочу, чтобы ты натворил глупостей. Круг защиты. Что ж, я не могу открыть дверь. Кто ты такая и что ты хочешь? Меня зовут Геката. И я хочу открыть эту дверь. Что? Значит так. Слушай меня внимательно. Я хочу, чтобы ты поклялся вечной преданности мне и моему королю. Взамен ты получишь силу, которую ты даже представить не можешь. А иначе ты сдохнешь. Я хочу, чтобы ты открыл мне дверь в знак преданности. Никогда! Наша преданность принадлежит принцессам! Кроме того, там внутри находится ужаснейшее чудовище. Открыть эту дверь равносильно самоубийству. Значит ты не склонишься передо мной моим королем? Так? Никогда! Ты монстр! А мы никогда не будем верным монстрам! Значит вы предпочитаете смерть? А жаль, ведь такие верные пони, как вы, могли сослужить хорошую службу. Я не так жестоко, как Эмдус Саас. Но к сожалению, чтобы разрушить такую защиту, нужно сделать кое-что действительно дикое. Что? Что происходит? Что происходит? Ты! А? Иди сюда! А? Ты будешь полезен для нечто важного! Нет! Ты будешь здесь в безопасности! В безопасности от чего? О чем ты говоришь? А-а-а! Вы вынудили меня это сделать? Разве так сложно просто взять и открыть дверь для меня? Серьезно! Мне вообще не нравятся эти грязные методы! Ладно, вперед! А-а-а! Что ты собираешься сделать со мной? О, тебе лучше не знать об этом! М? Невероятно! Я реально недооценила защиту этого места! Защитный круг с Пен, начерченный черной солью. Прекрасно! Так потрясающе видеть это по прошествии стольких лет! Я считала, что эта техника магии уже утеряна навечно! Тот, кто сделал это, был очень способным! Это сможет удержать любого демона надолго! Жаль, что нужно отнимить это заклятие! Если бы я не нуждалась в тебе, чтобы вернуть короля, я бы оставила тебя гнить здесь! Ты, долбанный предатель! Но я думаю, что должно быть это и так очень унизительно для тебя, что тебя победила такая маленькая группа кобылок! Кажется, эти тупые штуки сгодятся! Теперь твой ход! Вау-вау-вау! Скажи мне, как твое имя? Это Солим Форс! Что ты собираешься делать со мной? Я позволю Амду Сарсу вселиться в твое тело! Я бы сказала тебе, что ты не будешь страдать! Но я не буду врать, одержимость – нечто ужасное для всех, кто имел с этим дело! И когда этот процесс принудителен, это хуже, чем любая пытка, которая возможна в этой жизни! Уважай преданность своим принцессам! И безопасность не будет для тебя ничего значить! Но я, конечно, извиняюсь за это, Солим Форс! Отлично! А это твой новый ошейник! А-а-а! Что это? Это не важно! Ты помрешь очень скоро! А теперь… Бери его тело! Амду Сарс! Привет, Геката! Снова свиделись, кретин! Должен признать, что вселяться в кого-нибудь – это потрясающе! Как тебе твоя новая побрякушка? Хм! Прикольная! Но не в моем стиле! Так, чего так поздно? Мне все еще интересно! Как ты посмел сделать это со мной? Ты же знаешь, что я ненавижу летать! Ха-ха-ха! Я знал, что ты всегда был оползучим существом! Но это не должно быть проблемой для тебя! Несмотря на то, что я хотела полететь, у этой группой кобул что-то с глазами, что не позволяет мне ясно видеть! И я несколько раз врезалась, прежде чем войти в замок! Ха-ха-ха-ха! Она была ближе всех, когда тебя выбросила! Знаю, сколько проблем внутри Флаттершай! Возможно, я бы поместил тебя в Твайлайт или Рарити! Мы разберемся с Акуантами, как с твоим, так и с моим, позже! Сейчас мы должны вернуть нашего короля! Пожалуйста, Геката, ты заковала меня и можешь делать со мной что хочешь! Ты можешь восстановить свою силу, и я буду на твоей стороне! Ты можешь управлять этим жалким местом без каких-либо проблем! Но ты предпочитаешь всему этому вернуть этого тупого козла! Это называется верностью! И тебе стоило бы знать об этом, Амбусциас! Кроме того, эта розовая конь станет угрозой, если вспомнит обо мне! А я не люблю рисковать! Ты же знаешь об этом! Ты, Апинки Пай, я на твоей стороне! И не думаю, что это проблема! Но только ты должна вернуть мне мои крылья! Или позволить мне их восстановить! После того, что ты натворил, даже не думай об этом! Будь благодарен, что я вернула тебе почти все твои силы! Позже, если король позволит, ты сможешь вернуть себе свои крылья! Снова! Черт возьми! Давай не будем больше тратить время на пустую болтовню! Я хочу, чтобы ты усыпил всех в этом замке и блестящих к нему! Как прикажешь, мерзкая гарпия! А, Луна! Ты слышала это? Отлично! Теперь все погрузились в глубокий сон! Что ж, пошли! Одна из них напала на тебя! Кто именно? Мелезга! Глупое соглашение позволяет мне делать то, что я хочу! Правильно? Да, но ты ведь не будешь делать с ней что-нибудь в моем присутствии! Брюзга! Она нужна мне, чтобы вернуть нашего короля! А также еще три пони! В этом замке куча стражников! Никто даже и не заметит пропажи! Не стражники! Нам нужны гражданские поми! А после отправимся в безопасное место! Я не могу поверить, что ты делаешь что-то настолько опасное в таком положении! Я надеюсь, что ты просто забыл, кто я есть на самом деле! И что я могу! Ни один другой демон не смог освободить тебя! И вернуть тебя со всеми твоими силами! Без многочисленных жертв! Не стоит недооценивать меня! Наш король Бафонет должен вернуться! Черт с ним! Глава вторая! Король! Девочки! Кексики прямо с полужару! Извините за задержку! У тебя были проблемы на кухне? Нет, никаких! Мне все равно, что она была занята много времени! Я уже заждалась и чертовски проголодалась! Эти кексы выглядят подгоревшими! Я бы выразилась по-другому! Дорогая, это какой-то новый рецепт? Нет, это просто обыкновенные кексы! Прости, конечно, Пинки! Но они как-то странно пахнут! Да ладно! Я просто уверена, что они хороши на вкус! Пинки всегда прекрасно готовит! Это правда! Я тоже их попробую! Что случилось с этими кексами? Они ужасны! А ты, почему ты их не попробовала? Это такая шутка, Пинки? Нет, это не шутка! Простите меня! Пинки, я знаю, что что-то случилось с тобой! Пожалуйста, Пинки, позволь нам помочь тебе! Это правда! С того самого дня мне как-то нехорошо! Я думала, если приложить все усилия, все будет как раньше! Но я не могу продолжать жить с этим! Я не чувствую праздников, не понимаю юмора, улыбок! Я даже забыла, как готовить кексики! Сейчас я вижу вечеринки, как нечто абсурдное! Как пустую утрату времени! Мне стали неинтересны праздники! Мне не хочется смеяться! Я потеряла свой талант! Я потеряла себя! Я не знаю, кто я теперь! Пинки, почему ты ничего не рассказывала? Я не хотела, чтобы вы переживали за меня! Я просто хотела вернуть все на круги своя! Пинки, мы твои друзья! Позволь нам помочь тебе! Ведь точно есть способ исправить это! Нет, его нет! А пытаться исправить это очень опасно! Я уже смирилась с этим! Во имя всей жизни! Так будет лучше! Я не говорила об этом раньше! Простите, не переживай из-за этого! Пинки, мы твои друзья! Мы сделаем все возможное, чтобы помочь тебе! Мы твоя поддержка, Пинки! То, что ты не смогла испечь нормальные кексы, это еще не конец света! Да, тем более, готовка не единственный твой талант! Спасибо, девочки! Между тем... Ты действительно приложишь огромные усилия в своем нынешнем положении, чтобы просто вызволить этого козла из заточения? А ты не думала, что лучше сделать это, когда ты наберешь достаточно сил? Это было бы слишком рискованно, имея тебя на своей стороне! Ты думаешь, я не догадываюсь, что если я хоть на мгновение потеряю бдительность, ты сбежишь? А потом я проблем не оберусь! После возвращения уже король будет держать тебя за твой галстучек! Если ты так верна королю, то почему ослушалась его? Ведь ты использовала запрещенную им красную магию! Мой господин поймет и простит меня, как и тебя! Тем более, если бы не мой противоречивый поступок, ты бы не освободился и не получил это тело! Если бы те стражники приняли мое предложение, все бы сложилось наиболее удачным образом! Мне бы не пришлось возиться с тобой! Даже если так, чтобы освободить Бафомета, тебе все равно она понадобится! И ты все равно нарушишь пару его правил! Да, ты прав в этом! Но я думаю, что предательство нашего короля гораздо хуже, чем нарушение некоторых его правил, которые нужны, чтобы освободить его! Ты не в том положении, чтобы что-то требовать от меня, Амду-Сциас! Тебе повезло, что наш король так добр к нам! Он обязательно даст тебе возможность все исправить! Но если бы я была на его месте, я бы послала тебя за решетку, не задумываясь! Как хорошо, что ты верная сучка этого козла! Заткнись! Это место подойдет! Я хочу, чтобы ты начал готовиться! Кажется, я тут только для грязной работы! Что ж, круг готов! И что дальше? Поставь этого жеребца на южную сторону круга, а двоих кобылок на западную и восточную стороны! Принцессу помести на северную сторону! Потом убей трех пони и закрась их кровью круг! Принцессу под конец! Нам нужно лишь немного ее крови! Не нужно убивать ее! Ей чертовски повезло! Она даже ничего не почувствует! Что ж, думаю, я буду наслаждаться этим процессом! Ты помнишь, что мне нужно сделать перед убийством? Только сделай это быстро! Позволь мне насладиться этим! Хорошо! Самое время для пробуждения! А? Какого? Что ты творишь? Тупая белка! Черт! У меня паранойя! Все еще не привык быть вне своего мира! Я забыл, что в этом мире больше нет существ подобных нам! Здесь не о чем волноваться! Больше уже не надо постоянно быть на чеку! Что случилось с теми, кто стоял со спемного? Формион, вероятно, спрятал их! И я сомневаюсь, что мы противостоим другим! Я понятия не имею, но уверен, что почти все они оказались в забвении! Формион меня нисколечко не волнует! О ком я беспокоюсь, так это о чертовой змее! И чего ты трясешься по этому поводу? После того, что Бафомет сделал с ней, она полностью безобидна! Не забывай, о ком мы сейчас говорим! Возможно, ты забыл, что она победила тебя! И она смогла это сделать даже после обвинения в суде Бафомета! Не говори так, будто она не опасна! Тогда она застала меня врасплох! Я просто знаю, что она сейчас заключена где-то в Тенебрае! Практически недоступном для пони месте! Мы сможем ее достать, когда козел присоединится к нам! Лучше всего переманить ее на нашу сторону! Если розовая пони придет к ней первой, это может принести проблемы нам и нашему королю! Я сомневаюсь, что этот идиот знает что-либо об остальных! Он едва знает, кто я такой! Геката! Только ты можешь так испортить настроение! Зато я могу выместить злость на этих пони! Настало время использовать настоящую магию! Пробудитесь! Что случилось? Кто вы? Где мы? Как мы сюда попали? Это же принцесса Луна! Что происходит? Позволь начать с тебя! Амдусас! Будь осторожней с кругом! И не опозорься со своими тупыми играми! Я еще даже не начал! А ты уже снова блюзжишь! Черт возьми, Геката! Ты же знаешь, что я причиняю много боли, прежде чем убить! Ты хочешь получить свою кровь или нет? Тогда позволь мне сделать свою работу! Что? О чем ты говоришь? Что они хотят сделать с нами? Ты! Скажи мне, что ты собираешься сделать? Мы используем вас в жертвоприношении! Для того, чтобы вернуть нашего короля обратно к нам! Жертвоприношение? Да что ты за пони такая? Ответь мне! Нет! Мы не пони! Так что заткнись! Как вы не пони? Кто же вы такие? И кто этот корон, о котором ты говорила? Меня зовут Геката! Я верная слуга Бафомета! Короля-демон! И короля-настоятелей всех храмов! Хватит задавать мне вопросы! Ха-ха-ха-ха! Ты должна быть очень ослабла, Геката! Слишком много разглашаешь информации пони, которые скоро умрут! Что это тут у нас? Ах да! Точно! Давай начнем! Что вы делаете? Остановитесь, пожалуйста! Помогите нам! Прошу! Остановись! Ты же убьешь его! А что я, по-твоему, пытаюсь здесь делать? Тупая кобыла! Ну зачем так делать? Зачем мучить его? Амдуциас не может убить, пока не заставит страдать! Он должен погрузить жертву в агонию, чтобы после убить! А ведь я предупреждала тебя! Хватит задавать мне вопросы! Что? Зачем это вам? Ответь мне! Потому что такие, как мы! Мы вынуждены делать это! В этом наша натура! Быть такими и делать такие вещи! Хотим мы этого или нет! И черт возьми! Как ты меня задолбала! Заткнись! Хе-хе! Геката, остынь! Ты только побуждаешь ее задавать тебе больше вопросов! Прекрати мучить его! Да что с тобой не так? Остановись! Что вы за существа такие? Если вы не пони, то кто вы? Ответь мне! Что вы? Да демоны мы! Демоны! Вот дерьмо! Теперь ты ее разозлила! Геката! Я должен был убить ее! Проклятая тупая кобыла! Она вывела меня из себя! Задавая идиотские, как она, вопросы! Эта пони сильно взбесила тебя, Геката! Ты точно хочешь продолжить? Ты еще очень слаба! И убийство этих пони делает тебя только слабее! Заткнись, Амдустас! И не тяни кота за яйца! Убей его уже! Не дави на меня, Геката! Охренеть! Он в оборок упал! Трус! Нам нужно зарезать его до смерти! Амдустас! Поторопись же и убей последнюю! Точно! Я уже забыл про нее! С ней я справлюсь очень быстро! Так вот, почему она не может говорить! Она парализована от страха! Это будет так весело! Я знаю, что ты меня слышишь! И я хочу, чтобы ты кое о чем знала! Я выбрал тебя в смертнике из-за твоей тупой шляпы! В которой, кстати, ты и помрешь! Представь себе! Если бы ты решила не надевать эту шляпу! Тогда ты бы спала где-нибудь в безопасности! А не здесь, где ты умрешь! Точно так же, как и эти двое! Но сначала я заставлю тебя страдать от ужасной агонии! Ты ведь видела, что я сделал моими копытами несколько мгновений назад! И я сделаю с тобой то же самое! И это не только заставит тебя выйти из шока! Ты будешь кричать! Просить о пощаде! Потому что я буду убивать тебя! Я просто хочу, чтобы ты страдала, когда я буду убивать тебя! Что ж, мы сделаем это медленно! Очень медленно! Обними меня! Не будь такой застенчивой! Ты так прелестно пахнешь! Как долго это будет продолжаться? Если ритуал не закончится в ближайшее время, я потеряю контроль над телом! Черт! Снова ты, Деката! Если ты собиралась это делать, то почему ты не убивала с самого начала? Бестолочь! Ты думаешь, что я не понимаю? Что ты заигрываешь с ней и теряешь время нарочно! Ну и что? Я должен попытать, прежде чем убить! И ты это знаешь! Чего ты боишься? Потерять контроль над этим телом? Да! Этого я и боюсь! И к тому же я не припомню, чтобы убийство у тебя занимало столько времени! Ты думаешь, что я настолько тупая, что не вижу, что ты только и ждешь, пока я потеряю контроль над телом! Я не позволю тебе ускользнуть! Неудачник долбанный! Кровь принцессы! И побыстрее! Долбанная сучка! Зануда! Маленького пореза на копыте будет достаточно! Как минимум, ты должна была позволить мне убить ее! Наконец-то все готово! Настало время вернуть нашего короля! С севера, с юга, с востока, с запада! Услышь наш зов, великий господин храмов и король наш! Я взываю к твоему имени! Я взываю к твоему имени! Этот миг появится из того грязного места, в котором оно и будет! Летит нам, великий король Бафонет! Мой господин Бафонет! Наконец-то я выбрался из этого грязного места! Я думал, что никогда не выйду отсюда! Геката, я чувствую, что ты достигла своего предела! Не трать больше сил! Я позабочусь об Абду Сесе! Спасибо, мой господин! Это тело было дефектным, когда принадлежало Пегасу! Вернуть меня тебе было нелегко, Геката! Хочешь, я исправлю эти глаза? Нет, мой господин! Вам не следует тратить свою энергию на бесполезное тело! Если вы позволите, я найду тело получше! И избавлю эту кобылу от бесполезного существования! Если ты так хочешь, то я позволяю! Амду Сеас, это такой радостный момент для меня, что даже такая неблагодарная компания вроде тебя кажется вполне приятной! Я удивлен, увидев тебя здесь! Если бы у меня был выбор, твоя глупая сучка притащила меня сюда! Ты даже не знаешь, как я сильно тебя ненавижу! Ты никогда этого не показывал! Но мне все равно! Я рад, что я вышел из этого места! И кроме того, этот мир, я чувствую его! Без нашего присутствия, этот мир создал чистое состояние гармонии после всех времен! Мир и благодать! Я ощущаю это в воздухе, в небе, в морях, в горах! Я чувствую это везде! Однако, здесь мы окружены смертью и болью! Если это вам кажется чересчур аскорбительным, то прошу прощения, мой господин! Это напомнило мне о кладбище проклятых настоятелей! Она одна из сестер оликорнов? Я слышал о них, но лично не знаком! Так вот, причина моего освобождения! Ты использовала красную магию, Геката! Да, мой господин! Простите меня, но это был единственный способ вытащить вас из оточения! Я удивлен тем, что со всей твоей предполагаемой мудростью и силой тебе пришлось прибегнуть к чему-то столь низкому! Такое больше не повторится, мой господин! Я надеюсь, что это так! Оликорны умирают! Что ж, давайте исправим это! Прими мое благословение! Мой господин! Из-за того, что вы исцелили ее, только что вернувшись из оточения, вы ослабели? Она ключ к моему возвращению из того ужасного места! Также я должен уважать великое соглашение! Оставим ее здесь! И давайте уйдем, пока она не очнулась! Вот она удивится, когда проснется! Нет, Амдусселс, мы заберем тела! Я имел ввиду, ты их заберешь! Я не... Охереть! Мой господин, что мы будем делать теперь? Сначала мы должны вернуться к настоятелю! Это место слишком далеко отсюда! Пройдут дни, прежде чем мы доберемся, и эти тела начнут гнить! Может, если ты мне позволишь... Мы не торопимся достичь этого места, Амдусселс! Забудь о своих крыльях! Мой господин, вы должны знать о тех понях, Что могут представлять угрозу? У нас есть приоритет, Геката! Когда мы доберемся до настоятеля, угроз больше не будет! Что вы намереваетесь делать с настоятелем? Я восстановлю все, что было потеряно! Настоятели Ариэтом воскреснут! Вы вернете всех настоятелей пони? Это очень умно, мой господин! Погоди! Думал, нарушение собственных законов это не про тебя! Я знаю! Но из-за твоей попытки забрать трон, все мое королевство провалилось в ад! Это место ужасно, даже для нас! И я не позволю им продолжить страдать! Ты же знаешь, что многие пони-настоятели абсолютно сдвинутые! Особенно члены Ариэтом! Их возвращение может вызвать бесчисленные жертвы! И даже войны! И с каких пор ты стал переживать о мире? Ты даже не ценишь жизнь! Я думаю, что ты сошел с ума в том месте! Оно такое же сумасшедшее, как и ты, тупой козел! Да как ты смеешь говорить таким тоном с нашим королем? Оставь это, Геката! Оно того не стоит! Амдуссиас! Твои самонадеянные действия привели нас к тому, что мы имеем! Ты должен быть благодарен мне, так как я решил дать тебе еще один шанс! Больше их не будет! Пересмотри свои позиции и вернись, чтобы быть верным мне! И, возможно, у тебя снова будут свои крылья! Ты ничего не говоришь? Нет? Хорошо! Тогда ты останешься скованным, пока не подумаешь над своим решением! Я знаю, что тебя не заботят в жизни пони или мира в целом! Я знаю, что это будет трудно достичь! Но я верю, что теперь, благодаря действиям нова Спэма, я сделаю настоятелей хранителями лучшего мира! И Ариэтм сделает наше королевство окончательно признанным! Мой господин, значит ли это то, что и мы, и пони-настоятели, больше не будем прятаться? Именно! Нам больше не нужно будет прятаться, благодаря тому факту, что Спэмы-настоятели были практически полностью истреблены! Особенно Спэм, которые полностью вымерли! Теперь мы можем появиться вновь без цепей Великого Соглашения, связавших наши лапы! Настоятели-хранители лучшего мира? Ха! Это полная хрень! И те, и другие серьезно пострадали, долго живя рядом с нашим видом! Кроме того, эта глупая вещь, которую вы так сильно защищаете, ни в чем не помогает! Она делает только то, что пони в окрестностях становятся такими же плохими и крутыми, как и худший из нас! Ты потерял веру в меня, Амдустсес! Серьезно! Я не понимаю, что случилось с тобой! Ты был верен мне! Но с тех пор как... Что, Са? Засада! Увидимся, Ваше Величество! Амдустсас! Этот ублюдок сбежал! Теперь у нас есть проблемы поважнее. Этот кинжал. Кто здесь? Король, чьей бесконечной силе мы доверили нашей жизни и судьбы. О, великий король Бафомет! Исполняет наши желания и стремления, Которые с нашей верностью навсегда будут, будут мечом света и тьмы! Уничтожь наших врагов! Бла-бла-бла! Я думаю, что так рыцари Ариэтма бормотали тебе. Вы должно быть действительно очень слабы, если возможно поймать таким простым заклятием. Узнаешь кинжал? Уверен. Она использовала его против тебя. Кто ты такой? Не думаю, что твоего короля волнует кто я. Верно. Как только я увидел тебя, сразу узнал. Мне большего и не нужно. Изгнанный из Новоспэм. Конечно же, ты носишь марку проклятого на своем боку, которая, судя по всему, лишает тебя почти всех магических умений. Это должно быть знак твоего бесчестия. Однако, ты начертил похожий знак на своей одежде, как знак гордости, или чтобы помнить об ошибке. И тот факт, что ты живешь так долго, влечет и причину, по которой ты был изгнан. Ты использовал красную магию, и то, что ты носишь, это отражение некроманта-геноцидника. Эта магия запрещена среди членов Ариэтм, что должно было отпугивать Абигейл, и она прокляла тебя этим знаком. Прекрасно! Мой маленький злой козлик. Я всегда удивлялся, почему Ариэтм никогда не использует красное. Само собой, Ариэтм преданный идее заметил очень жестокие действия, и я думаю, что из-за этого и была запрещена практика этой магии. Зашедших так далеко, как ты, приговаривают к смерти. На этих одеждах должно быть много крови, а в твоей долговечности или бессмертии ее намного больше. Прошу, давайте не будем об этом. У меня кончается время, а из того, что я знаю, мне будет не очень хорошо, если вы выберетесь. Ответь мне, пока вы связаны заклятием кинжала, вы сделаете все так, как я скажу. Только пока мы ослаблены. Хорошо, Бафомет, освободи меня от знака проклятия. Получи мое благословение. Ты серьезно? И это все? Я испробовал все, чтобы от него избавиться. И это все, что ты сделал? Я ничего не почувствовал. Это точно не шутка? Я не могу обдурить тебя, пока я связан. И что теперь? Отправишь нас в ад? Думаю, что для этого мне будет нужна помощь двух других пони. Значит, ты просто хотел, чтобы я избавил тебя от проклятия? Нет, мне также нужна черная книга Абаддон. Что ж, должно быть, теперь я смогу свободно использовать магию. Мне нужно избегать твоих прикосновений. Я не хочу, чтобы со мной случилось что-нибудь плохое. Да, я могу это! Как же я соскучился по этой простоте! А, конечно! И еще нужно это! Благодарю тебя, мой маленький злой козлик. А теперь я должен вытащить книгу из этой коробки. Насколько мне известно, она практически нерушимая. Уникальное создание спэм, если я не ошибаюсь. Хорошо, что ты сегодня здесь, Геката. И... Эм... Я не сразу тебя заметил. Я думал, что ты ненавидишь дефектных пони. Кроме Пегаса? Впрочем, мне это неинтересно. Ты слаба. Это важно, потому что вы не можете уклониться от моих вопросов. Геката, скажи мне, как открыть эту коробку? Ответь мне честно. Ты должен использовать медальон как ключ. Просто помести его на изображение Бафомета, чтобы открыть коробку. Это все? Прости, но из-за этих глаз тебя тяжело воспринимать всерьез. Я надеялся на что-то более сложное для открытия коробки. Я знаю, что ты очень силен, мой маленький злой козлик. Но разве они не должны защищать лучше магию, которая настолько сильна? Есть что-то еще, что мне нужно знать, Геката? Магия Абадон должна использоваться вместе с медальоном или с помощью демона с максимальной силой, иначе кто не пони, прочитавший из этой книги, умрет ужасной смертью. Я знаю об этом, но по крайней мере, ты подтвердила мне это. К счастью, у тебя нет свободы лгать. Ты спасла жизнь пони, Геката. Ты много знаешь о книге Абадон. Ты должен знать то, что никто из вас не сможет меня одолеть, когда я восстановлю силы. Так что ты хочешь на самом деле? Мне не стоило этого говорить, но мне действительно все равно. Моя истинная цель – открыть Спикарем. Как ты узнал об этом? Некоторые из вас были очень разговорчивыми. Зачем тебе делать это? Ты даже представить себе не можешь, насколько это опасно. Моя главная цель – это забота о Спикареме и защита его секретов, пока я в этом мире может считать себя мертвецом. Я знаю об этом. Вот почему я должен был убедиться в том, что ты останешься достаточно ослабленным. Ты можешь убить любого бессмертного и воскресить любую душу. Я признаю, что если бы ты не был бы слаб, я едва ли смог приблизиться к тебе. К счастью, Амдусаас помог мне устроить засаду для тебя. Амдусаас помог тебе с этим? Как? Так, Геката, неужели ты не заметила? На тебя повлияло долгое заточение или эти дефектные глазки? Внимательно посмотри на кол, который я кинул до кинжала. М? Мой господин, это моя вина. Мне следовало быть более внимательней. Я никогда не подумала бы, что это может случиться. Простите меня, мой господин. Что-то не сходится. Амдусаас должен был отчаяться, связаться с тобой и заключить сделку. Да, он не хотел тебя освобождать, но я не оставил ему выбора. Я хотел получить книгу Абадон. Что бы вы не делали, когда я покину вас, это не моя проблема. Если ты захочешь найти меня, чтобы убить, дерзай. Но не жди, что я не буду защищаться. Я только дал возможность Амдусаасу сбежать. Он отвлек тебя, чтобы я мог сделать свой ход. Что он сделает дальше, не моя проблема. Так же, как не его проблема, то, что сделаю я. Я вижу, у вас нет никаких соглашений. Ты просто убедился, что он не будет вмешиваться или что он по своему желанию не сдаст тебя мне. Ты заставил его доставить меня сюда, чтобы сбежать и сделать побег быстрым. Простая, но эффективная сделка. Конечно, я дал ему понять, что ты меня не волнуешь. Короче, мой маленький злой козлик, перед тем, как я уйду, я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал. Тем временем, глава третья Союзник или враг? Наконец-то я добрался. Черт, кто был этот пони? Я уже не помню, сколько их сослал Абигейл. Хотя на данный момент это не имеет ровным счетом никакого значения. Воспоминания Флаттершай. Увидев эту статую, я вспомнил о Флаттершай, об этой идиотке. По-видимому, эти пони переделали ее. Что ж, Флаттершай сделала это. Может быть, это поможет чему-нибудь? Для начала мне нужно встретиться с моими новыми друзьями. Но давай-ка сначала изменим вот это. Хм, безупречно. Как бы я хотел тебя убить. В конце концов, ты была той, кто позаботился о том, чтобы запереть меня в гребаной розе. И разоблачить то, что пони веровали твоему злу и опасались тебя за такие абсурдные вещи, как та злая шутка со мной. Все, что ты сделала, было просто тенью одной из книг Экзитиума о тебе. Теперь, каждый пони в этом мире будет вынужден узнать то, что зло действительно, и на этот раз у зла больше не будет связей. Черт, здесь слишком тихо. Как будто все, что я делал, даже не произошло. Нет даже никаких намеков на мое вмешательство. Я думаю, что Пинки сделала больше разрушений, чем я. Конечно же, это насмешка надо мной среди наших. Я могу только представить, как Бегемоту смеялся бы надо мной. Хорошо, что он застрял в заточении с большинством наших. Проклятая Пинки Пайк, я не думал, что она способна наложить такие сильные заклятия. Если бы не эта глупая Геката. Что? Какого хера? Латтершай? Это просто потрясающе. Извините, я вас не заметила. Правда, я так сожалею. Ее глаза? Удивительно. Этого я не ожидал. Может быть, поэтому я не почувствовал это. А это действительно интересно. Время действовать. Не извиняйтесь, леди, это я был неосторожен. Я был настолько погружен в свои мысли, что не заметил, как вы приблизились. Извините. Да, не волнуйтесь. Эм, извините, мне нужно идти. Подождите, похоже, что вы скрываетесь от чего-то. Не волнуйтесь, ничего плохого не произошло. Я сожалею, но просто так получилось, что некоторые пони боятся видеть мои глаза. Вы, должно быть, шутите. Кто будет бояться ваших глаз? Они прекрасны. Правда, если вы можете заметить, то мои глаза такого же цвета, как и ваши. Я сожалею, но в действительности они очень отличаются. Вы правы. Ваши глаза намного прекраснее по сравнению с моими. Благодарю вас. Я допускаю... Извините меня за дерзость, но мне кажется, что по каким-то причинам вы стыдитесь своих глаз. Не волнуйтесь. Произошло лишь то, что этот цвет глаз не мой настоящий. Я вижу. Ни слова более. Я чувствую, что разговоры об этом вас беспокоят. К тому же, это ваше личное дело. Теперь я все понимаю. Извините, вы мне знакомы, но я не думаю, что видела вас в Пони Вилле раньше. Верно, я не отсюда, но я планирую некоторое время остаться в Пони Вилле. И позвольте сказать мне, что вы тоже знакомы мне, как будто мы встречались раньше. Что ж, эм... Меня зовут Тандерхорн, а как зовут вас, прекрасная леди? Меня? Меня зовут Слаттершай, а вы приехали в Пони Вилле для чего-то особенного? У меня есть некоторые нерешенные вопросы, которые требуют моего присутствия здесь. Но для этого, в частности, я должен найти кое-кого из Пони. Если хотите, я могу помочь вам найти их. Но, если вы, конечно, не сочтете меня навязчивой. Конечно, я не сочту это навязчивостью. На самом деле, вы бы очень мне помогли. Спасибо. Одна из моих знакомых знает всех в Пони Вилле и любит радушно встречать и дружить с Пони. Но в последнее время она немного подавлена. И я думаю, что если появится какой-нибудь новый Пони, то она почувствует себя лучше. Ну, если ты не возражаешь. Конечно. Я с удовольствием помогу вашей подруге. Огромное спасибо, Тандерхорн. Но что я вижу? Это улыбка. Я рад увидеть вашу прекрасную сияющую улыбку, Флаттершай. Спасибо. В это время Пинки должна быть в доме нашей подруги Твайлет. Они пошли искать Секору, другую нашу подругу, которая живет в вечно свободном лесу. Мы хотим узнать, знает ли она что-нибудь, что может заставить Пинки почувствовать себя лучше. Я отделилась от них, потому что я пошла к себе домой, чтобы увидеть животных, о которых я забочусь. Но, видимо, они все ушли и убежали из-за одного инцидента. Я просто надеюсь, что они вернутся и не будут бояться видеть меня из-за моих глаз. Извини. Думаю я, что я уже тебе надоела. Флаттершай, вы слишком много извиняетесь. Вы мне не надоели ни с колечки. На самом деле, я очень чудесно провожу с вами время. Спасибо. Я... Мне тоже с вами весьма приятно. Простите, Тандерхорн, ваше ожерелье привлекло мое внимание. Почему вы спрашиваете о нем? Кажется, что звезда перевернута. Вы серьезно? Я даже и не заметил. Оно новое, мне его дала одна старая леди. И я думаю, что у нее были проблемы с глазами. Простите меня, Флаттершай, в данное время у меня немного болит голова, чтобы я мог использовать мой рог для снятия ожерелья. Кроме того, я думаю, что оно застряло. Не могли бы вы оказать мне помощь и снять его с меня? Я не знаю. Я... Давайте, просто снимите его с меня. Ладно. Что это за хрень? Слушайте, вам просто нужно было перевернуть его. Оно идет вам? Улыбнись. Не теряй контроль. Ты не должен убивать ее. Спасибо, Флаттершай. Вы сама доброта. Маленькая сукина дочь. Тем временем, спасибо за помощь, Закора. Кьюти Марку Пинки должны мы вернуть. Хоть будет трудно, но стоит рискнуть. Девочки, я очень ценю все это, но я не думаю, что это сработает. Давай, Пинки, мы просто хотим помочь тебе. Кроме того, если ты посчитаешь, что это очень опасно, мы просто остановимся. Мы хотим, чтобы ты снова стала веселой, задорной Пинки, которой ты была, а не меланхоличным и отвратительным кондитером, как сейчас. Рэмбоу Дэш, не груби. Попробовал, мы ничего не теряем. Так выпь же это без колебаний. Ладно, но держитесь подальше от меня. Я не хочу, чтобы с кем-нибудь что-нибудь случилось. Не беспокойся она с Пинки. С нами все будет отлично. Пей все сразу, Пинки. Удачи, дорогуша. Спайк, иди сюда. Я все еще не закончил с книгами, которые вы привезли. Ладно, вперед. Посмотри, твоя гриба стала нормальной. Разве она была другой? Ты так пошутила? Да? Метка зла превзошла ожидания. Видимо, подвело заклинание. Как ты себя чувствуешь, Пинки? Я чувствую себя так же. Я не чувствую никаких изменений. Но что это? Осторожно! Что происходит? Пинки, ты в порядке? Ты же и не собираешься взорваться. Правда? Не беспокойтесь, я в порядке. Вы можете выйти. Все в порядке, ничего не произошло. Я только расставил их по местам. Это было необходимо делать здесь. Почему вы не пошли в дом Зекоры? Это моя вина, Спайк. Я не хочу быть далеко от книги в данный момент. И не хочу, чтобы книга покидала Понивель. И когда Пинки не захотела покидать Понивель, мы сказали, что если Пинки не пойдет к Зекоре, тогда мы приведем Зекору. Мало, что я могу этой магии противопоставить. Проклятие гораздо сильнее, чем я могла представить. Настоящее проклятие. Не думала, что ты веришь проклятиям. С этого дня я могу поверить во что угодно. Значит ли это, что зомби существуют? Нет, Спайк. Хотя, я уже и не знаю. Один момент. Мы вырвались из лап смерти, и это означает, что мы могли бы быть зомби. Спайк, мне нужны твои мозги. А, что? Тише, маленький дракон. Это только был прикол. Рэмбоу Дэш, ты пугаешь Спайка. Спайк, мы не зомби. Да, Пинки? Конечно, мы не зомбопони. Мы совершенно нормальные пони. Вайлэд, где ты взяла эту книгу? Я нашла ее в старом замке. Это просто старая история о Бабе Гилл и Новоспен. Ничего важного, просто сказки. Настолько ужасные, что не могут быть правдой. В некоторых местах я встречала эти книги ранее. Это удивительная реликвия. Конечно, их истории настораживают, но правда может быть не менее ужасной. Правильно, это должно быть сделал кто-то, кто знал магию, или по крайней мере знал Анна Воспен. Почему ты это говоришь? Из-за символа на книге. Этот символ часть подлинника книги Керабеля? Нет, это из основы алфавита Кострюка, состоит из 26 символов, а они в свою очередь содержат тысячу символов со специфическим смыслом, используемых для магии или для сохранения каких-нибудь тайн. Символ книги представляет собой ложную тайну или лживую истину, и из-за того, что я вижу, это то, что истории Абигейл не совсем верны. Я знала, что они не могут быть правдой, они делают Абигейл похожи на монстра. Но я не сказала, что они ложь. Что ты имеешь в виду? У меня есть воспоминания об Абигейл, то, что она убила много пони, правда, но они не были совсем невинными, как говорится в книге. Пинки, ты в порядке? Кажется, внешне она изменилась. Привет, девочки. Флаттершай, ты опаздываешь, дорогая. Ты пропустила кое-что потрясное. Ну, я наткнулась на одного пони. Ты можешь войти? Привет, меня зовут Тандер Хорн, рад встрече с вами. Приятно познакомиться, я Эпплджек. Мне очень приятно, Флаттершай рассказала мне много о вас. Я думаю, что вы очень близкие друзья. Теперь я понимаю, почему ты пришла, улыбаясь и в хорошем настроении, Флаттершай. О, Флаттершай, у тебя хороший вкус. Откуда взялся твой друг? Он новенький в пони вилле. Я просто помогаю ему. Тем не менее, твой друг выглядит довольно неплохо, и я не думаю, что ты бы отказала ему в помощи. Девочки, пожалуйста, вы меня смущаете. Я просто случайно встретила его. Ну, похоже, что Флаттершай уже чувствует себя лучше. Может быть, но в этом пони есть что-то, что пугает меня. Он был не один в пещере. Как я могла проигнорировать то, что так важно? Пинки, что случилось? Я совершенно проигнорировала Гекату. Хм, она только что поняла что-то очень важное. Пинки, ты в порядке? Нам больно смотреть на то, что ты плачешь. Что за причина такого ненасти? Ты в порядке, дорогая? Пинки, что случилось? Почему ты плачешь? Амдустас? Ха-ха-ха-ха-ха. Нет, нет, это моя вина. Пинки, о чем ты говоришь? Успокойся. Ха-ха-ха-ха. Ну, похоже, она меня уже узнала. Эй, Флаттершай, отдохни. Извини, я не понимаю. Флаттершай, что случилось? Эй, ты, что ты сделал с Флаттершай? Ха, пони. Не двигаться. Что происходит? Почему я не могу сдвинуться? Нет, что случилось? Твайлайт, сделай что-нибудь. Это несправедливо, все кажется нереальным. Пинки Пай, слушай меня. Ты знаешь этого пони? Кто он? Не смейте вытворить какую-нибудь глупость, потому что если так, то вы и меня вынудите на что-то плохое. Держи свои грязные копыта подальше от моего друга. Моя магия. Почему я не могу использовать свою магию? Потому что я не позволяю тебе. Кроме того, твоя магия единорога бесполезна против меня. Он прочитал мои мысли? Да, я сделал это. Пинки, скажи мне, что он не тот, о ком я подумала. Я сожалею. Я так сильно сожалею. Это моя ошибка. О чем вы говорите? Вы можете рассказать нам, что творится. Пинки, ты его знаешь? Простите меня, я не хотела, чтобы все закончилось так. Девочки, это Амдусас. Что? Громобух, наш случай плох. Ты шутишь? Это не может быть правдой. Как это возможно? Да, это правда. Теперь послушай меня. Освободи нас, злобный демон! Латершай! Эй, Латершай, очнись! Она не проснется. Нет, он убил ее. Зачем ты это сделал? Она была беззащитна. Ты монстр! Она еще жива. Вы можете заткнуться хоть на мгновение? Пожалуйста, не трогай моих друзей. Тебе нужна я. Прошу тебя, не причиняем вреда. Пинки, ты можешь двигаться. Почему ты ничего не делаешь? Это не принесет ничего хорошего. Это сделает все только хуже. Твайлайт, сделай что-нибудь. Нам лучше перестать кричать. Кажется, мы начинаем раздражать его. Как тебе это удалось? Что-нибудь, сделайте же что-нибудь. Отойди от, Флаттершай. Освободи нас. Сейчас же. Пинки, спаси нас. Если я сделаю что-нибудь, то он убьет Флаттершай. Зебра права. И на этот раз я не буду просить. Заткнитесь. Если ты хочешь отомстить, сделай это со мной. Продолжай. Убей меня. Или сделай все, что хочешь со мной. Ну прошу тебя. Такую часть заткнись, ты не понимаешь, тупая кобыла. Я хочу, чтобы вы поняли, что мои намерения заключаются не в том, чтобы отомстить. Вообще-то, ты причинишь нам боль по-любому. Я еще не полностью окреп. Поэтому мне нужно больше усилий, чтобы держать себя в покое. С Флаттершай все в порядке. Она просто спит. Вы никак не сможете разбудить ее, пока она под моим заклятием. Я знаю, что вы не сказали ей всю правду о том, что с ней случилось. Ведь что-то вроде этого слишком напугало бы ее. Мне нужно, чтобы вы успокоились и не заставляли меня злиться. Винке, ты понимаешь, на что я способен. И это мне льстит. Но ты была очень труслива со мной, а это может быть проблемой. Я не понимаю. Чего ты хочешь? Твоя глупая гримаса ужаса заставляет меня предположить, что ты восстановила воспоминания об Абигейл. Или, по крайней мере, что-то очень важное. То, на что ты не обращала внимания с самого начала. Геката? Правильно? Кто такая Геката? Да. Эта сучка освободила меня. И если вы думаете, что это плохо, то послушайте это. Она использовала меня, чтобы вернуть Бафомета. Бафомет? Нет. Это неправда. Как она могла это сделать? Подумай хорошо, маленькая дура. У тебя есть воспоминания об Абигейл. И ты думаешь, что это невозможно для Гекаты? Пинки? Он имеет в виду короля демонов? Бафомет, в это трудно поверить. И силу его невозможно измерить. Отлично. Давайте поменяемся местами. Я думаю, что начинаю очень бояться. Палет, мне это совсем не нравится. Я знаю. Это выглядит как-то не очень хорошо. Что ж, мой друг Зебра, расскажи мне, что ты знаешь. Владыка демонов и сильнейший из них. Могущество его вся мощь света и тьмы. Про будущее Апони скажу лишь я. Его расположение к ним вопрос лишь удачи. Да, более или менее похоже на него. Я вижу, что зебры все еще рассказывают о нас. Лишь взяты были истории о страхе. Но с ужасом я вижу ту реальность, что мы проигнорировали. Тебе обязательно нужно было про это говорить? Ты вообще соображаешь в какой-то ситуации? Я тебя спрашиваю, Зекора, знаешь ли ты какие-нибудь способы борьбы с нами? Как бороться с тобой я не знаю. Я только в сказаниях читала, как себя от тебя защитить. Тогда ты бесполезна. Пинки, я сохраню жизнь Зекоры и приму это как жест мира в обмен на твое сотрудничество. Ты хочешь, чтобы мы помогли тебе победить Бафомета? Да? Неужели? Что же еще это может быть? Если вы поможете мне, я ничего вам не сделаю. Выбор за вами. Чего вы хотите, чтобы я был союзником или врагом? Ни за что! Мы не будем помогать тебе! Убей нас! Чего ты ждешь? Пинки! Подожди! Что ты говоришь? Ты же не всерьез? Не говори так, Пинки! Девочки, простите меня, но так будет лучше. В любом случае мы умрем! Не провоцируй меня, Пинки Пай, потому что ты знаешь, что я могу с легкостью усмирить тебя. А я не хочу делать этого. Поэтому, прежде чем ты примешь такое глупое решение, позволь мне кое-что рассказать тебе. Торжественно клянусь, без капли нечистой лжи или искажения реальности, чистую истину я тебе скажу. Бафомет вернет к жизни всех пони Тимофаба, в том числе Ариэтм. Если ты не хочешь, чтобы Эквестрия стал огромным полем боя, ты поможешь мне справиться с этой проблемой. Нет, это невозможно, он очень строг к своим правилам. Я сказал тебе правду, и ты знаешь это. Пинки, пожалуйста, скажи нам, что происходит. Я позволю вам поговорить между собой, если это убедит их присоединиться ко мне. Имейте в виду, что если вы откажетесь, я буду убивать пони прямо перед вашими глазами, пока вы не согласитесь помочь мне. Я говорила это раньше, и повторю снова, что этот демон пугает меня. Он заставил меня дрожать. Я совсем забыл, если они что-нибудь попытаются предпринять, я убью дракона и съем зебру. Что? Я слышал, что вы все хороши на вкус, а этому телу нужна еда. Им нет смысла снова двигаться, но если они чувствуют себя лучше, дерзайте. Я думаю, что это отличная идея. Я тоже. Я поговорю с ними. Но пожалуйста, не трожь заклору и спайка. Пинки, скажи, что у тебя есть план, как его остановить. Я ничего не могу сделать, у нас больше нет розы жизни, и он теперь намного сильнее, чем раньше. Он просто убьет нас. Но зачем ему нужны мы? Из-за элементов гармонии? Вполне возможно. Пинки, почему ты отказалась помочь ему и сказала убить нас? Он хуже короля демонов? Если что-то и характеризует Бафомета, так это то, что он уважает жизнь пони. Он не убивает ради удовольствия и не настолько без жалости. Он не убьет, если не посчитает, что это необходимо, или если он не почувствует угрозу. У него есть свои правила и принципы. Значит, если мы поможем ему победить его короля, мы будем жить, но оставим на свободе по-настоящему жестокого демона. А если мы не поможем ему, то он убьет нас, но мы спасем многих пони. Это не точно. Амдуса сказал, что Бафомет хотел вернуть всех пони его королевства Тимофаб и с ними аретным. Они были орденом, а также его могущественной армией пони, призванной обеспечить соблюдение королевских законов. Они были не только прекрасными воинами, также они могли использовать черную магию, но они были очень испорчены из-за того, через что им пришлось пройти, чтобы стать рыцарями Аретма, и это сделало их очень жестокими садистами, даже большими, чем Амдусаас. Подожди, ты хочешь сказать, что Бафомет собирается возродить целое королевство? Как это возможно? Бафомет обладает невероятными силами, и среди них есть воскрешение, и он способен делать это массово. Однако он считал, что использовать это нельзя, и поэтому запретил использование заклинаний воскрешения, жестко наказывая тех, кто воскрешает мертвых. Пинки, ты... Да, я использовала на вас такие заклинания, из-за которых он казнил бы меня, или казнит, если вернет свое королевство и армию. Пинки, если он думает, что это неправильно, зачем ему делать это сейчас? Уверена, что Амдусаас не врет. Фраза, которую он произнес перед тем, как сказать мне, не дает демонам лгать, хотя это делает их обозленными. Девочки, простите меня за то, что я сказала Амдусаасу, чтобы он убил нас, и я не имела права принимать такое решение за вас, но... Я была бы признательна, если бы ты не делала так, не сказав нам, зачем. Пинки, мы знаем, что ты сделала это ради Эквестрии. Не переживай. Эй, глупые кобылы, поторопитесь и примите гребанное решение раз и навсегда. Я реально начинаю впадать в отчаяние, и я не хочу тратить свое время на всякие глупости. Если ты хочешь, чтобы мы рассмотрели объединение с тобой, ты должен дать нам время. Это нелегко для нас. Не насрать, поторопитесь. Хорошо. Девочки, все варианты, что у нас есть, загнали нас в очень серьезную ситуацию, в которой мы, возможно, не сможем остаться невредимыми. Открытая атака против него бесполезна, и, конечно, мы закончим очень плохо. Я даже не думаю, что смогу задержать его, чтобы вы выбежали и спасли других пони. Но если мы ему не поможем, с Бафометом многие умрут. Поэтому мы вынуждены объединиться с ним. Может быть, мы сможем заключить с ним договор, чтобы обеспечить жизнь пони. Но мне понадобится ваша помощь. Можешь положиться на меня. И на меня. Мы доверяем тебе, Пинки. Просто скажи нам, что нужно сделать. Вы приняли решение? Мы готовы заключить с тобой договор в обмен на безопасность пони. Я не собираюсь заботиться о чьей-то безопасности. Это глупость. Думай, о чем просишь. Я лишь могу пообещать не убивать их. А? Но как же? В какой момент? Ты не будешь убивать пони? Нет. Слушайте, вы новички в этом. Так что лучше заткнитесь и выслушайте мое предложение. Я не буду убивать безвредных пони, пока вы помогаете мне с Бафометом. Вы можете быть уверены, что кровь невинных пони не прольется по моей вине до и после победы над Бафометом. Зачем тебе делать что-то такое? Потому что я предал его. Нужны еще большие причины. Есть что-то в этом, что мне не нравится. Правда, это очень странно. Я понимаю, что они не доверяют мне после того, что я сделал им. Так что, Пинки, как насчет того, чтобы вызвать Формиона, чтобы чувствовать себя в безопасности по поводу договора? Кого? Я вижу, ты все еще скована. Кто такой Формион? Он, как и я, не только поможет, но и скажет им то, что им нужно знать. Будь уверена, что он будет говорить им только правду. Кто-то вроде тебя? Ты говоришь о другом демоне? Ты действительно думаешь, что мы будем доверять другому подобному тебе? О, я вспомнила, кто такой Формион. Ладно, вызывай его. Глава четвертая. С возвращением. Ты знаешь, что вызов привлечет много внимания? Также это может быть немного опасно. Просто подведем черту. Я прослежу, чтобы ничего плохого не случилось. Серьезно? Я думаю, что мы должны отойти куда-то подальше. Неразумно тратить время на что-то подобное. Подожди, Пинки. Правда, что Формион поможет нам? Он же такой же, как и он. Демон! Вы можете быть спокойны. Формион будет нашим отличным союзником. Пони, вы должны понять нечто очень важное о нас. Мы не все одинаковые. Есть еще хуже, чем я, так же, как и так и было спокойнее, чем другие. Формион отличается своим мягким характером по отношению к Пони. У него тоже плохие деньки, но у вас будет время узнать его. Прежде, чем они вызовут этого демона, я хочу знать кое-что еще. И что на этот раз? Что ты сделал с глазами Флаттершай? Почему они красные? Поверь мне, что я был так же удивлен, как и ты. Я не совсем уверен, но... Была теория, которую сформулировали некоторые мудрецы Ариэтма о прерывании одержимости. Предположительно, они верили, что если один из наших будет изгнан в определенный момент до его завершения, им удастся заставить одержимого Пони приобрести способности того, кто им обладал. Но это никогда не было доказано, потому что Бафомет запретил это. Когда Пинки изгнала меня из тела Флаттершай, я собирался забрать ее тело полностью. Я хочу думать, что это была причина изменения ее глаз. Ты думаешь, что Флаттершай приобрела одну из твоих способностей? Наверное. Если да, то наверняка Бафомет захочет ее смерти. Пинки, вызывай Формиона. Мы не можем больше тратить время. А это и правда будет опасно? Все в порядке. Я позабочусь о том, чтобы это было не так. Что ж, пошли. Эной, мров! Эной, мров! Эной, мров! Вы слышали это? Откуда доносился этот ужасающий голос? Уверена я, что грязный демон за этим стоит. Это исходит оттуда. Кто посмел? Как вы могли? Что-то происходит в библиотеке. Это говорящая дерево монстр. Бежим! Что ж, Пинки, ты была права. Это привлекает много внимания. А я говорила тебе, сделай что-нибудь, пока не стало хуже. Не смей отдавать мне приказы, розовая сучка. Кто? Нужно, мувер. Заткнись, Формион. Это было так быстро, что я едва смогла что-либо разглядеть. Но что все-таки произошло? И победил он монстра в один миг. По крайней мере, она сейчас на нашей стороне. Верно? Я очень надеюсь. Мне нужно было спустить свой гнев. Кавкал? Ты пересек черту, Кавкал-кавкал. Говорить тем голосом плохая идея. Я долго была без общения. Ох, это голос Формиона? Он звучит очень мило. Может, это из-за удара Рамдуса. Я знала, что это будешь ты, Рамдуса. Ты уничтожил меня. Ай. Да как ты смеешь копировать мою форму так нагло? Используй свою или, по крайней мере, будь более оригинальной. Это Формион? Я в полном замешательстве. И я, походу, тоже, подруга. Мы до сих пор игнорируем многие вещи об этих существах. Ну и ну, вот это да. И все-таки Черти интересные существа. Ах, завтра будет болеть. Ты это заслужила за свое абсурдное появление. Ты должен был дать мне закончить. Я как раз собиралась взорвать дерево. Я должен был ударить тебя сильнее. Ты такой жестокий. Амдусас, прошло много времени. Я думала, Абигейл отправила тебя в заточение с тех пор, как вы исчезли. Ты вызвал меня из-за Бафомета? Его присутствие в этом мире разбудило меня. Но ты же знаешь, что я не люблю, когда меня вызывают. Типично для тебя. Я не понимаю, почему до этого мы говорили о ней в мужском роде. Это может быть действительно жеребец? Возможно, использующий какую-то маскировку. Ее глаза очень странные. Хотя, они выглядят красиво. Ха, Фони, вы действительно ничего о нас не знаете. Я хочу думать, что ты все это время не спала? О, нет. Ну да. Итак, спрашивать информацию о том, что происходило все это время бесполезно. Ммм, да. Черт возьми, Формиона, зря я не ударил тебя сильнее. Ну что случилось с тобой, Абигейл? После встречи с Бафомитом, последнее, что я знаю в Абигейл, это то, что единственными, кто выжил, это были Ватли и Сирените. А также Сухостебель выжил. Но Абигейл дала ему что-то и сказала, чтобы он позаботился об этом и спрятал. Ну, Абигейл и те двое пошли за тобой, чтобы отправить тебя в заточении или что-то в этом роде. Что достало меня врасплох, так это то, что я думаю, что у Абигейл были угрызения совести. Или может быть она просто хотела отомстить. Я предупреждала тебя, ты чертов ублюдок, негодяй, ничтожество, циник, предатель, эгоист, жалкий, мерзкий, амбициозный социопат и трус. Ты закончила оскорблять меня? Нет, не закончила, но я забыла, о чем говорила. Во всяком случае, в последний раз, когда я ее видела, она попросила меня спрятать некоторых наших, запечатанных в Тенебраре. Она выглядела очень сердитой, потому что использовала красные печати из собственной крови. И затем, когда я закончила их прятать, я попыталась найти ее, но так и не нашла. Так что я восприняла ее смерть как должное. Она победила потому, что предала меня и думала, что не сможет отправить меня в ад, поэтому она заперла меня в розе жизни. Привет, мы все еще здесь. О чем говорят эти двое? Ты, розовая пони, та, кто реально вызвала меня? Пинки Пай, у тебя есть трексилион за то, что ты уже играла с Керабелем. А это твои друзья. Вайлэд, Рэмбоу Дэш, Декора, Эппл Джек и Рэмити. Но одной нет. Ландыша находится в этой деревянной библиотеке. Тебе не повезло столкнуться с этим кретином. И он ранил их недавно. Но они победили его. Теперь он связан, но не из-за тебя. Я думаю, что это должно быть логично для тебя, Формиона, что ты не увидела чертова бриллиантовая жерелья на мне. Эм, нет. Она читает наши мысли? Нет, это как предвидение. И оно никогда не бывает неправильным. Интересно. Но в то же время и тревожно. Тогда пусть еще заглянет в будущее. В основном я вижу прошлое. Это как будто информация о вас пришла ко мне в тот момент, когда увидела вас. И хотя я так же предсказываю будущее, но всего на 7 секунд. Да и то не всегда могу это сделать. Что ж, раз вы вызвали меня, вы уже должны знать обо мне. И не утруждаетесь представляться. Просто увидев вас, я уже знаю достаточно. Ваши ауры прекрасны. Кроме того, я чувствую силу элементов гармонии вас. Это потрясающе. Эй, не мог бы ты объяснить мне, что ты хочешь от меня? Ты действительно хочешь, чтобы я объяснил тебе? Я думаю, что это более чем очевидно. Опять? Что, блядь, с тобой? Это простые кобылы. Они кажутся типа не войны. Формиона, кажется, очень изменилась. Должно быть. Она знает, что действительно происходит. Я думаю, что ситуация хуже, чем мы думаем. Ты права, Твайлот. Я сказал им вызвать тебя, чтобы дать им мир и уверенность в себе. Поэтому не пугай их, они сильнее, чем кажутся. Ты сошел с ума? Пинки Пай единственная, у кого есть воспоминания об Абигейл. И то, она до сих пор не осознает, что они были искажены Гекатой. Это очень плохо. Серьезно, очень плохо. Скажи мне, что у тебя есть план. Я не хочу, чтобы Пафомит снова меня наказал. Что она имела в виду, когда говорила, что воспоминания об Абигейл были искажены? Ты действительно не поняла? Ты не знала, где находится Геката? Ты ничего не знаешь про Денибрайя? Ты едва знаешь меня? И конечно, не помнишь других наших? И ты даже не знаешь, что такое Трикселион? Трикселион? Это не та странная кьюти Марко Пинки. Это должно быть проклятием. Как ты хочешь что-то сделать против Пафомита, если они игнорируют все о прошлом? Она и древние маги и мирок. Я не знаю за тебя, Ангустар, но на этот раз нам нужна помощь от них. Нет, ты же знаешь, что мы враги. Может быть ты, как и большинство из нас, но у меня с ними проблем нет. О ком вы говорите? Мы не можем говорить об этом. Даже если бы я хотел, мы не знаем, где они находятся. Отвратительная змея знает об этом. Да, но помнишь, что Абигейл тоже хотела прибегнуть к ним. И проклятая змея никогда не говорила ей, где их найти. Ты думаешь, что теперь что-то изменилось? Мы должны постараться. Серьезно, нам нужна их помощь. Я не вижу другого выхода. Не преувеличивай. Кроме того, ты думаешь, что если мы найдем их, то они помогут нам? Пока это ради пони. Они будут делать все возможное. Не нужно отчитываться перед ними. У меня есть план. Это элементы гармонии? Частично. Вот почему вам нужна наша помощь. Помнишь, что мы говорили об Афамисе? Просто использовать элементы будет недостаточно. Я знаю, что мы должны отправить его обратно в заточение. Подожди, и как мы это сделаем? Единственное заклинание, которое я помню, просто самоубийство. Если я не ошибаюсь, у вас двоих нет возможности открыть двери в ад. Это правда, но я уже решил эту проблему. Я чувствую очень специфическую энергию рядом. Лепесток розы жизни. Это часть твоего плана? Да. Ты знал, что у меня есть еще один? Что ты хочешь сделать с ним? Мы приведем кое-кого из пони, кто сражался с Бафометом раньше. Ты говоришь об... Абигейл! Абигейл! Что ж, все равно мы обречены. От возрождения СПМ и Абигейл хуже не будет. Но она... Она уже давно мертва. И ее душа... У нее соглашение со мной. Благодаря этому и розе жизни она может вернуться. Еще меня кое-что смущает. Какой была Абигейл? Она была доброй или злой? Несмотря на то, что она всегда заботилась о своих пони... В конце концов, я гарантирую мир. Ненависть мотивировала ее, потому что так учил ее я. Ведь я заботился о ней с шести лет. И хотя она была убийцей, она также спасала жизни. Какой вы ее увидите, хороший или плохой пони, зависит от вашей точки зрения. Ты заботился о ней? Я... Даже представить себе этого не могу. Так ты был у нее типа отца? Я никогда не играл эту роль. И она никогда не называла меня так. Но ты относился к ней как к твоей дочери? Ложь. А почему ты заботился о ней? Сомневаюсь, что это было из жалости. Ты права. Я делал это сугубо по расчету. Фармиона, твори свое волшебство. Ммм... В нем много силы. Как ты спешишь про хритые гарпи и гекаты? Я скажу тебе после. Гады? Что они будут делать, Пинки? Я думаю, что она будет использовать ожерель Яндусаса, чтобы узнать, где гекаты или бафомет, и что они собираются делать. Ох, как я ненавижу эти черные глаза. Я тоже почувствовала холодок, когда увидела их. Как бы мне хотелось, чтобы я их не помнила. И все-таки тот слух оказался прав. Взгляд демона есть сущий страх. Я ничего не вижу. Невероятно. Если я ничего не вижу, так это потому, что они в какой-то ловушке для нам подобных. Это что-то невероятное, потому что это маги из нашего королевства, а не экзитиума. Время кончилось, и он использует более сильное заклинание. Мы должны быть осторожны с этим пони. По крайней мере, это даст нам немного больше времени. Мне нужна одна из вас, чтобы снять с меня это. Ты что-то знаешь? Расскажи мне! Я расскажу тебе позже. Зекора, сними это с меня. Неужели для тебя так унизительно попросить меня уважительно? Если ты продолжишь со своей самодовольной болтовнёй, я убью тебя в мгновение ока. Почему ты попросил зебру? Потому что она не слишком нужна. Вау-вау-вау! Ты чё, клютый? Ты что, хочешь убить её? Нет. Я просто хочу конкретно покалечить её. Формиона очень быстрая. Она только что спасла Зекору. Она может использовать все свои силы, в отличие от Амдустоаса. Зекора! Ты в порядке? Предполагается, что эта вещь опасна для нормального пони. Печалька. Я хотел посмотреть, как она страдает. Я так и подумала. Я подарила эту вещицу. Я уже встречалась с подобным. Спасибо, что меня спасла. Ещё секунда, и не миновать было мне конца. Да, пожалуйста. И позволь мне сказать кое-что. Мне нравится, как ты говоришь. Ещё одна зануда. Что ты делаешь? О, ты такой противный. Это сердце? Чьё оно? Вы были бы ещё более удивлены, узнав, где я нашёл пони, у которого я это украл. Чёртов выродок! Скольких пони ты убил? Всего одного. Геката убила четверых, включая стражников, в теле которого я сейчас нахожусь. Фуууу, это отвратительно! Это мерзко и стрёмно. Пенки, что с ним происходит? Это ужасно. И просто страшно. Он полностью восстановился. Теперь он выглядит, как... чёрный оликорн. Я никогда не ощущала ничего подобного Его мощь пробирает меня до костей Теперь я понимаю, почему Пинки так боится его Теперь у него есть крылья? Да у него и рог вырос Он оликорн В древних писаниях есть оликорн Который выглядит так же, как и он Я совершенен Хе-хе-хе Я думаю, вы все еще не понимаете, что мы Непони Он выглядит так, ибо он так хочет Он эго-маньяк, и его явление в виде оликорна К тому подтверждение Завали ебло, Формиона Я разбужу Флаттершай, чтобы вы поставили ее в известность о положении дел Не без разницы, расскажете вы ей или же будете продолжать обманывать ее Просто заставьте ее сотрудничать Она нужна нам 15 минут спустя Нет, я не могу, я не могу Это слишком для меня Флаттершай, пожалуйста, ты нужна нам Умоляю, не заставляйте меня делать это Флаттершай, если ты не поможешь нам, у нас будут серьезные неприятности Я ожидал этого Эй, ублюдок, почему? У нее аура, как у самого дьявола Слушай, то есть что произошло? Я не хочу вспоминать, что произошло Пожалуйста, я не смогу с этим жить Флаттершай, безопасность Эквестрии и жизни многих пони под угрозой Единственное, что может помочь нам, это элементы гармонии Но без тебя мы не можем использовать их Флаттершай, ты должна быть храброй не для нас, для всей Эквестрии Простите, но я не думаю, что я смогу Бедняжка, если мы проиграем, и она пойдет на милости Рейдма Они будут делать с ней ужасные вещи Лучший исход, это если Бафанет или один из нас убьет ее немедленно До того, как Рейдм вернется То, что должно произойти, произойдет Я устал ждать Отойдите, я поговорю с ней Ты? Собираешься поговорить с ней? Ты и вправду думаешь, что она прислушается к тебе больше, чем к нам? Оставьте его, он не причинит ей вреда Но пинки Вы слышали? Уйдите прочь Привет, Флаттершай А-а-а, чудовище, чудовище Я понимаю, что ты видела меня таким Я поступил с тобой очень плохо тогда Я заставил тебя пройти через кошмар И я прошу тебя простить меня Даже если я не заслуживаю твоего прощения Как и не заслуживаю твоей помощи Но твои друзья заслужили твою помощь Помоги им, как они помогали тебе раньше И как я помогаю им сейчас Они нуждаются в тебе И без тебя мы не сможем препятствовать настоящим чудовищам Они придут и навредят тебе Твоим друзьям И всем пони в Эквестрии Потому что я могу уверить тебя Они настоящие чудовища Они злее и порочнее любого существа С которым ты раньше встречалась Включая меня, разумеется Но я больше не намерен вредить вам Я обещаю тебе Но эти жестокие и могущественные пони Мертвы И мы убедимся, чтобы все так и оставалось Поэтому ты должна помочь нам победить Мафомета Я знаю, ты напугана и смущена Я знаю тебя очень хорошо Веришь ты в это или нет Поэтому я знаю Ты не захочешь увидеть ужасные извращения И жестокие пытки Которые эти чудовища устроят твоим друзьям Если мы не помешаем им возвращению И все это только потому Что ты побоялась помочь нам Твои друзья не заслужили этого Не обрекай их на такую смерть, Латершай Не убивай своих друзей Признаю, он очень хорош Я знаю Поэтому это меня и беспокоит Он знает, как получить то, чего он хочет Поэтому он и добр с ней Хотя он лишь разводит ее Он делает это очень хорошо Да, но делает это он интуитивно И заставляет их раскаиваться наихудшим образом Все еще в ступоре Ебена мать Я не хотел, чтобы до этого дошло Латершай Как насчет того, чтобы я дал тебе обещание Это больше сделка Только между нами Сделка? Кое-что я обязан уважать Хочу я этого или нет Я обещаю защищать тебя И позаботиться о ком угодно Кто захочет навредить тебе В обмен на твою помощь А что насчет моих друзей? Я не могу обеспечить это всем Все, что я могу Это пообещать не навредить им Но тебе я обещаю Что буду защищать И заботиться о тебе до конца твоих дней Я позабочу, чтобы ни один пони Или любая другая хрень Не навредили тебе Но только если ты согласишься помочь мне И ты не причинишь меня зла? Никоим образом Хорошо Я согласна Он и вправду это сделает? Ух ты Я так не думаю Выродок совсем в отчаянии Почему он не предложил такую сделку нам? Потому что я бы никогда этого не сделала Среди наших сделать это все равно Что презрительно попросить копытой сердца Потому что это сделка В которой ты соглашаешься Защищать и заботиться о пони В обмен на практически ничто Наши косы смотрят на такое И помощь Флаттершай ничего не стоит Среди наших такая сделка немыслима Это как для вас обвинять ферму На пару старых подков И почему же он предложил Такую сделку Флаттершай? Отчаяние Ему надо было заработать ее доверие Флаттершай безусловно владеет способностями Амбюсаса И он хочет воспользоваться этим Столкнувшись с Бафометом Но для этого необходимо Чтобы она была полностью в нем уверена Он сделает это Ибо у него не было выбора Помните? Она была одержима им Поэтому он и знает ее хорошо И... Я должна что-то сделать? Не сейчас Позднее мы заключим нашу сделку Учитывая обстоятельства Мы должны сначала что-то сделать Но ты можешь быть уверена Я не наврежу тебе Я клянусь Ну... Ну... Хорошо Если этот пакт будет выполняться Флаттершай не придется в жизни ничего бояться Ну... По крайней мере хоть в этом и можем быть уверены Это действительно так Однако нужно быть осторожней Ведь в этом договоре много подводных камней Но я позабочусь о том Чтобы этот ублюдок женился на ней Он ведь не собирается на ней жениться по-настоящему Верно? Да, это просто так говорится Это сложно Давным-давно один из нас влюбился в пони И... Так как мы не могли жениться Он заключил с ней особый договор Но необходимо Чтобы по договору каждая сторона получила хоть что-то И то, что он до сих пор попросил И то, что предложил вашей подруге Очень похоже на тот договор Не рассказывай им Эта история долгая и утомительная Что? Тебе надоедает? Что ты и сам можешь пройти через подобное? Не говори глупости, Формиона Ну... Теперь, когда вы все здесь Я вас предупрежу кое о чем Идти сопротив Бафонета Суть есть смертельный приговор Если вы, конечно, не подготовлены А что нам нужно? В частности, вам нужны такие миленькие знаки для защиты Хотя есть и более могущественные Но я могу дать лишь такие Это случайно не проклятая метка, Пинки? Эта метка не проклятие, а защита Поэтому она появляется, когда используют Керабель Эта метка защищает душу и жизнь носителя На самом деле, многие, кто ведает эту магию Рассматривают ее как проклятие Из-за взаимодействия метки с книгой Керабеля Я запуталась Ожидаемо Ведь вами манипулировали Правда в том, что Трикселион защищает даже от нашего влияния Именно поэтому вы должны использовать эти метки Ибо без них Бафомет убьет вас еще до того, как вы приблизитесь к нему Он может сделать это? Все наши обладают способностью воздействовать на телопоне Отравлять вашу кровь, наносить увечья, разрушать внутренние органы Вызывать помутнение рассудка, а также создавать конфликты среди вас Чтобы вы сами себя поубивали В любом случае, Трикселионы защитят вас от большинства подобных воздействий Мы не должны их снимать Поняла И почему ты тогда не сделал нам ничего из вышеперечисленного? Я был слаб По большей части, я мог лишь внушать вам страх Также, мне нужно было держать Декату под контролем в теле Флаттершай Если бы я не получил контроль над ее телом, вы все были бы мертвы Флаттершай была одержима сразу двумя бесами? Погоди, у меня все еще много вопросов Ты узнаешь то, что должна узнать в свое время Формиона, оставь свои предупреждения на потом Не желаешь ли ты заключить договор с ними и с твоей новой подругой? Мы не станем больше заключать договоров Почему? Для начала нам нужна Абигейл Зекора, не стой без дела и найди мне Оникс, если я правильно помню Зебры используют такие камни Оникс я тебе найду Но вот на кой он тебе нужен, я только не пойму Для темноты И чё это такое? Это древняя магия, предназначенная для сдерживания беса и его сил Ещё она служит для создания связи между пони и одним из нас Чтобы таким образом использовать наши способности и магию книги Керобеля Без риска для жизни Оникс? На этот раз не будешь прятаться? Хорошо, ты уже это вспомнила Ой, мне нравится, мне какой оборот принимает это дело Нам нужна будет вся мощь, когда мы столкнёмся с Бафометом Приготовьтесь, мы идём в эту ёбаную пещеру И мы вернём Абигейл к жизни Я иду Оникс искать, времени у меня это не должно много отнять Встретимся здесь И Пинки, нам понадобится последний лепесток розы жизни Я немедленно пойду искать его Позже Я страшусь возвращаться в то место Не волнуйтесь, ничего плохого с вами не случится И почему же тогда ты сказал нам приготовиться? Ибо душа Абигейл в этом ужасном месте И её реакция на воскрешение может быть жестокой Может быть, мне следовало принести верёвку? Не смешите мои подковы Если Абигейл увидит, что вы пытаетесь что-то ей сделать таким нелепым образом Я изобью вас до смерти за то, что напугали её Я заботился о ней с самого детства И я научил её сражаться и убивать Будьте уверены, она очень подкованный боец Когда она восстанет, не говорите с ней Не делайте резких движений И держитесь от неё подальше Она не только искусный воин Но и отличный некромант Кто? Пользователь зубной магии Который способен сделать много штучек Которые убьют вас в мгновение ока Я не уверена насчёт этого Я не хочу возвращаться туда Почему вы не можете сходить туда одни? Разделяться рискованно Геката, Бафомет или ещё какие-то пони Могут появиться и так как ты излучаешь силу элементов гармонии Твои друзья будут отличной мишенью Поэтому так важно оставаться в группе И ещё какие-то пони? Я не думаю, что ты имеешь в виду одного из нас В этом мире, кроме Бафомета и его преданной лярвы Мы единственные, кто свободный Ты, я и... Нет, 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 нет! Ой, да ради Селестии! Почему? Почему? Какого сена? Что ты сделал? Ебало на ноль, Формиона Обрёбанный И ебучий Выродок Он убил её! Да что с тобой не так? Предполагалось, что она была одной из вас Она была права Ты безумец! Я знала, что нам не следовало тебе доверять Завалите хлебало, тупые кобылы Я всего лишь спас вам жизни Я удивляюсь тебя, Пинки Неужели Геката действительно изменила воспоминания Бигейл настолько сильно? Я не понимаю Да поднимайся уже! Это было не сильнее, чем предыдущий мой удар Ах, но ты не должен был бить Это больно Ты была на грани совершения судьбоносной ошибки Ты же знаешь, как это опасно для них На мгновение я забыла об этом Но всё равно, ты был очень жесток Ты серьёзно навредил мне Ты в порядке? Мы думали, что ты померла Со мной всё хорошо, не пугайтесь Но... Оно пронзило твою голову Ты истекала кровью? Ну теперь ты И твоя кровь И твои раны исчезли Помни, что мы не пони Мы не умираем Это уже второй раз Когда ты навредил мне Ты, блядский выродок Ты заходишь слишком далеко Не злоупотребляй своим положением Ты вынудила меня сделать это Почему он напал на тебя таким образом? Я собиралась сказать что-то Чего мне говорить не следовало У него была причина заткнуть меня Но он перешёл черту Ты собиралась произнести имя другого беса? Верно? Это бы освободило его в этом мире Как и тебя Да На свободе больше нет таких, как вы Верно? Больше нет Скажи за это спасибо, Абигейл И почему ты, другой бес, предположительно являетесь Могущественными существами О которых мы ничего не знаем Подбирая слова осторожно Я очень долго спала А ещё я не вмешивалась в чужие дела Не влезала в заварушки И не вредила никому И насчёт того существа, которое я собиралась упомянуть Её заточили Ибо само её присутствие опасно для смертных И неважно, насколько они сильны Не думайте, что она безвредна Несомненно Всё это время она была ответственна за смертью многих пони В особенности за пропавших без вести Если бы я произнесла её имя Сейчас вы были бы уже мертвы Значит, этот бес чистое зло? Нет, она, как и я, нейтрал Поэтому её и заточили Но те, кто подходят близко к её местоположению Не возвращаются Поэтому об её существовании и не распространялось Вам лучше пока забыть об этом Нам нужно закончить одно дело Извини, но я думаю У нас есть одно маленькое неудобство Чёрт побери Вам нужно научить её Не падать в уморок по мелочам А Бигейл подготовит их всех У неё есть в этом богатый опыт Ты собрался нести её? Формиона, дай мне знать Если ощутишь какого-нибудь пони рядом с нами Какого-нибудь пони? Поторопись Времени у нас в обрез Почти забыл Твайлайт и Рарити Когда Абигейл возродится Не подходите к ней Избегайте зрительного контакта Не говорите с ней Если она не заговорит с вами первая И уклоняйтесь от ответов Если они могут разозлить её Даже если она начнёт оскорблять вас Не дайте ей повода считать вас противниками Есть какая-то причина Почему ты предупредил только нас двоих? Абигейл ненавидит единорогов Почему? Для вас это не имеет значения И даже не думать и спрашивать её Она может очень разозлиться И если это произойдёт И я потеряю её доверие Я просто прикончу вас А мёртвыми вы мне бесполезны Поэтому просто позвольте ей называть вас Как ей хочется Если она пересечёт черту Я сам её успокою Я вас предупредил Тебе следовало раньше предупредить нас Я бы сходила за шляпой Чтобы спрятать мой рог Хочешь я одолжу тебе свою? Спасибо тебе дорогуша Но я думаю Что и так хорошо Это бы не принесло ничего хорошего Она поняла бы что ты единорог Что бы ты ни делала Поэтому лучше делать то Что говорит этот выродок Здесь всё началось Сюда мы и вернулись Формиона Ты ощущаешь кого-либо из пони В округе или рядом? Здесь нет никаких пони поблизости Ты уверена? Я ощущаю только Закору Ты очень странный в последнее время Ты задолжал мне объяснение Я надеюсь Когда Абигейл восстанет Ты расскажешь мне всё Не беспокойся Я сделаю это Когда она будет в своём уме Ты быстро проснулась Ты в порядке? Но что произошло? Ничего Ты просто потеряла сознание Правда? Ой Извините И как мы войдём? Если мне не изменяет память Пещера полностью разрушена Блин Пони У вас нет никакого представления Проходите Можно? Я постою здесь Только если хочешь Рискнуть жизнью Пещера выглядит так же Как тогда Когда мы пришли сюда В первый раз Ты что-то сделал? Всё должно быть полностью разрушено Перестройка Или починка разрушенных мест Таких как эта пещера Не очень сложно для нас Хотя большинство наших Больше имеет склонности К разрушению Ну вот мы и на месте Я не могу поверить Мы собираемся вернуть Эту маленькую твать К жизни Ты улыбаешься Но ты говоришь так Будто это что-то плохое Она отреагирует на нас Жестоким образом Я вас уверяю И хотя выродок здесь Она может выйти Спад контроля Но я буду рада Увидеть её снова живой Будьте осторожны И помните Что я вам говорил Пинки Лепесток Конечно Подождите пожалуйста Этот момент Он в единственной В своём роде Теперь я понимаю Что Абигейл Должна быть умерла В юном возрасте Если судить По размеру её костей Они не выглядят Как кости Взрослой пони Нет Она просто была Низкого роста Кое-кто из пони Называли её Маленькая тварь Не только из-за Её жестокости В битвах Эй, Формион Целуй череп Абигейл А я тебе говорил Что однажды Я это сделаю Она разорвёт тебя Если узнает об этом Лучше мы заберём Это у тебя Готово Так же как и было И пожалуйста Не рассказывайте ей Что я сделал Возьми это Выблик Лучше бы она Это не носила Пока ты не сделал Ничего полезного А шо это такое Это темнота В которой Абигейл Держала Гекату Под контролем Для Абигейла Она была источником силы Так как Геката Была бесом Высокого уровня Как и я Её силой Трудно управлять И только Абигейл Была способна Сдерживать её Вот Последний лепесток Безупречно Ты думаешь Это сработает? Я надеюсь на это Погоди-ка Хер понячи Ты не уверен Что это сработает? Я не знаю Я ли её убил Магия Или что-то другое После они Заточили меня Пинки Ты должна помнить это У тебя её воспоминания Воспоминания О её смерти спутаны Единственное Что я помню Так это то Что она была пронзена Веткой дерева А для того Чтобы лепесток сработал Ей должна была Принести смерть Магия Или же Амдустас И ты? Как так вышло? Что ты не знаешь? Предполагается Что ты был там Был там заперт Тупая принцесса Луна Запечатала меня в розе Я не видел И не воспринимал Ничего тогда Мы можем лишь попробовать И посмотреть Сработает ли это А если это не сработает Что мы будем делать? Поменяем тактику Стратегию Да весь план Это был твой план С самого начала Возродить Абигейл Да И теперь мы можем лишь ждать И смотреть что произойдёт Ничего не происходит Это займёт некоторое время Чтобы вызвать реакцию Если это работает Амдустас Амдустас Я знаю что ты меня слышишь Ты знал что у меня до сих пор Есть лепесток Как? Ты разрешишь мне войти в твой разум? Один раз внутри И ничто не защитит тебя от меня Ответь на мой вопрос Узнать что у тебя есть лепесток Было нетрудно Я ощутил его силу издалека Тебе следовало знать это Когда ты оказалась в неприятности Я просто подготовился Ты подготовился? Ты думаешь что всё Что происходило до этого момента Было совпадением? Ну я объясню тебе Маленькая дура Во первых Я поместил Гекату В пони Фегаса Ибо в случае неудачи Геката должна была бы освободить меня Чтобы вернуть Бафомета То что она должна была Обязательно сделать После чего Мне нужно было просто найти Способ сбежать Но сперва Он должен был обеспечить Способ борьбы с Гекатой И в худшем случае С Бафометом Вы должны были быть Предупреждены кое о чём Кое о чём Что должно было случиться Но чего не произошло Флаттершай Она не умерла После того Как тебя из неё изгнали Именно Это благодаря мне Я позволил ей жить Чтобы вы не потратили Последний лепесток на неё Который Должна использовать На Абигейл Что в итоге Даёт больше вариантов действий Против Гекаты И Бафомета Ты придумал всё С самого начала И теперь мы вынуждены Помогать тебе У меня всегда был план На самый худший случай Кое что Чему я учил Абигейл И что тебе Также следует знать Что-то происходит Это сработало Теперь Необходима Лишь её душа Я Твой повелитель Амгустеас Вызываю твою душу Из самых дальних Пролежней рубежа Приходи Восстанови своё тело И служи мне снова Живи снова Абигейл Вильям Это восхитительно Ни хрена не вижу Она возвращается к жизни Надеюсь это не опасно Просто помните Предупреждение выродка Абигейл Она вернулась такой Какой я помню её Она выглядит Уж очень спокойной Она не выглядит Такой опасной Как вы говорили Ты увидишь Она в самом деле Восстала Мне кажется Она не дышит Я позабочусь об этом Дыши Добро пожаловать обратно Абигейл Маленькая тварь вернулась Странное это шоу Однако говоришь о нём Ты буквально каждый день И тебе совсем не лень Этот путь неясен К стаду Ты примкнуть согласен Передача для детей Как ты гордишься ей Подумай головой Мультик розовый такой Время стоит уберечь Ведь игра Это правильно И я не могу